мы с вами познакомились с циклом по которому работает двигатель познакомились с процессами которые происходят в его узлах а теперь давайте познакомимся с основными уравнениями которые описывают работу газотурбинового двигателя и первое уравнение это уравнение баланса массы уравнение баланса массы другом называется уравнение неразрывности потоком и записывать следующим образом же в это расход воздуха на входе в двигатель индекс в на входе индекс и это индекс соответствующего сечения коэффициент ну и это коэффициент характеризующий изменение массы от сечения в до сечения и теперь давайте запишем сколько воздуха течет у нас через сечение г для воздуха я обозначу здесь напишу индекс в сечении г и записываем это расход воздуха через вход двигатель минус расход воздуха на охлаждение как правило охлаждение у нас забирается воздух на охлаждение забирается из-за компрессора дальше расход на утечки вот тракту и расход воздуха на отбор и воздуха то есть отбор на самолетные нужды либо на вентиляцию кабины или какие-то еще вид отборов а таким образом по тракту расход воздуха у нас снижается и через сечение г воздуха проходит меньше то есть величина gvg теперь если вынести живой за скобку и остальные расходы показать в относительном виде то получим эти расходы в относительном виде и вся эта скобка обозначается как ню г со штрихом а теперь давайте запишем сколько же какой расход через сечение г реальный то есть с учетом того что не подается туда топлива сечение г равен сумме расходов воздуха и плюс расход топлива gt если за скобку вынести расход воздуха то получим плюс qt мы уже мы уже встречались такой величиной это отношение расхода топлива к расходу воздуха через сечение г и следовательно расход рабочего тела через сечение г равен произведению Gvg тогда ню g будет равно теперь перейдем к уравнению баланса давлений уравнение баланса давления А для этого предположим, что суммарная степень понижения давления в двигателе равна суммарной степени повышения давления То есть отношение давления в компрессоре к давлению окружающего воздуха равно степени понижения давления в турбине на степень расширения в сопле и деленной на σ КС А с другой стороны отношение этих давлений равно произведению степени повышения давления от скоростного напора на σ входа и на степень повышения давления в компрессоре Если приравнять эти два уравнения, то мы сможем определить π сопла располагаемое Это значение при условии полного расширения, а именно что давление на выходе из сопла будет равно давлению окружающей среды Это уравнение баланса давлений И последнее уравнение, уравнение баланса мощности Записывается следующим образом Произведение мощности турбины на КПД трансмиссии равно мощности компрессора А если мощность выразить через расход рабочего тела и работу, то получим следующее Работа турбины на расход рабочего тела через сечение t на КПД трансмиссии В равен работе компрессора, умноженной на расход рабочего тела через сечение v И если выразить отсюда работу турбины, то получим следующее уравнение Где Нюг это отношение Расхода через сечение t на расходы через сечение v Вот так выглядит уравнение баланса мощности Все эти три уравнения Описывают Работу Двигателя И могут быть использованы при выполнении его проектного расчета Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова